Люди, всем привет из Сочи. Сегодня уже 8 января, ночь, 2 часа ночи, 2020 год. В Сочи хорошая погода, плюс 11, небольшой дождь, пасмурно, тепло, ветра нет, очень комфортно, замечательно, прекрасная погода. Всех приглашаю в Сочи отдохнуть. Сегодня разберем матч НХЛ, Торонто, Виннипек. Вчера разобрал три матча КХЛ, к сожалению, немножко мы там не дотянули. Мы вынуждены признать не то, чтобы свои ошибки, цепочка рассуждений была правильная. Например, Сочи-Трактор, я сказал, что Сочи там тотал меньше будет, Сочи забивает по большим праздникам, что преимущество будет в одну шайбу или ничья, 0-2 они проиграли, может быть второй год был в пустые ворота, не знаю. Ну, как бы недалеко мы были от истины, да, 0-1, 0-2, небольшая разница, главное, что тотал меньше. Спартак-СКА, я застрял внимание на том, что именно Спартак тренирует сейчас Нарок, который раньше тренировал СКА, и вот из этого факта нужно было вытянуть главный вывод, потому что последний раз команды играли весной, в полуфинале Кубка Гагарина, и вот сейчас наступило время отомстить из Нарок. Обыграл на конец СКА впервые с 2012 года. Но я говорил, что тотал пять с половиной будет меньше, ну, в общем, четыре гола, то есть это зашло тоже. И торпедо-адмирал тоже там, преимущество, как бы я говорил, что будет у торпедо, но адмирал решил по-другому. Вот в который раз уже беру адмирал, вот такая команда, она вот как-то с Борисом или Сибирью, вот что-то я говорил, что Сибирь должна их там обыграть, что-то они все равно вот как-то на выезде, они такие непредсказуемые, вот этот адмирал, такая команда с характером, я бы сказал. Вот плохо подойдется, вот просто имейте в виду, что все угадать невозможно, но понимаете, для чего, почему я даю много прогнозов? Много прогнозов, много пищи для анализа, много статистики, да, потому что, чтобы, скажем так, играть успешно на ставках, нужна большая статистическая база для анализа, то есть поэтому нужно много ставок, много прогнозов. Ошибки будут, они неизбежны, это нужно понимать, не нужно бояться давать прогнозы. Я, например, не боюсь ошибиться, почему? Потому что я открыто говорю свою технологию, как я разбираю матчи, в чем я ошибаюсь. Раньше вообще часто делаю работу над ошибками, но, в принципе, сейчас тоже ролик у меня длинный, говорю я много, вот, в основном все по делу у меня, воду я не лью, никакую компанию я не рекламирую, никакую контору, да, рекламирую свою группу в WhatsApp, то есть я ее создал, я ее придумал, мощный коллектив, значит, вступаем в группу, я не говорю там слово «умножаемся», да, Игорю, конечно, третий раз подряд слив, но это кошмар. Включите канал «Игроки», посмотрите Игорька, Игорюк, мои поздравления тебе, говорю с ирони, да, и то же самое «Манчестер Найтед», я, кстати, сегодня был солидарен с ним, что «Манчестер Найтед» не проиграет больше полтора гола, но он проиграл больше полтора, 1-3, потому что, да, «Манчестер Сити» просто понесся на всех парах, они в первом тайме три гола забили, вот, я посчитал перед матчем, что в среднем бывает 23 фала, и «Манчестер Найтед» должен побеждать по фалам, но «Манчестер Сити» решили по-другому, они сразу повели по фалам 0-5, я кидаю сообщение в группу, что назревают гол, что «Манчестер Сити» не просто так фалит, это прессинг, они должны забить, не успел сказать, они забили, вот, хотите верьте, хотите нет, поэтому на будущее, кто хочет что-то новое открыть, да, вот для себя, смотрите, если вот открываем статистику, смотрим, да, как сегодня «Манчестер Найтед» должен фалить, как бы, больше, да, но это в чемпионатах Англии, а это кубок, ребят, это кубок, это немножко другое, это стыковые из двух матчей, и тут мы видим картину, что «Манчестер Сити» фалит больше, вопрос, почему, что они хотят, смотрим игру, прессинг, понимаете, фалы в нападении, не то, что «Манчестер Найтед» выходит 1-1 на вратаря, и его там сбивают, нет, «Манчестер Сити» фалит по всему полю, они создают давление, нагнетают обстановку, значит, что, они забьют гол, как результат, 3-0 в первом тайме, то есть на будущее имейте в виду, что фалы – это предвестник гола, вот завтра будет играть «Лестер» восстановил, я жду в первом тайме победу «Лестера» по фалам, и, как следствие, гол «Лестера» в первом тайме, скорее всего. Но также я посчитал, что 23 фала должно в матче быть, а больше или меньше брать, это кто как, понимаете, еще как букмекер дает, понимаете, а букмекер давал 22. Ну вот мы взяли 22 больше, они получили ровно 22, а у нас возврат. Ну вот, примерно вот такая вот картина. По фалам еще что, значит, в первом тайме было 9 фалов, во втором было больше фалов, то есть результат матча был ясен, 3-0, потом они один забивают, но фалы продолжались. Я думал, что они перестанут фалить, но они фалили, 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 то есть без конца, без края, еще 13 фалов – это многовато, то есть как в чемпионате Англии, они продолжали фалить. В чемпионате Англии, запомните, тенденция такая, второй тайм по фалам больше, чем первый. Я думал, что команды из одного города, то есть, должны как-то немножко друг друга вожать. Нет, они, то есть, Манчестер Уинетт побежал мстить за свое поражение. У них было всего, по-моему, 2 фала в первом тайме, во втором они еще там наполучали штук 6. То есть, совершенно непонятно, зачем эти фалы. Ну, негры там и там желтые карточки. Значит, смотрите, кто будет брать фалы на будущее. Во-первых, ждите перерывы всегда. Смотрите, кто какие голы там. В идеале вообще до 75-й минуты фалы вообще не брать, не трогать. И смотрите желтые карточки, понимаете. В этом матче было 5 желтых карточек. Это уже говорит о том, что фаллов будет больше, как бы, нормы, да. Вот, и поэтому в желтой карточке нарушение, фалы тоже нарушение. Поэтому такая вот логика, да. Так, ребят, ладно, рассказал. Давайте переходим к хоккею плавно. Значит, Торонто Эдмонтон. Здесь победа Торонто намечается. На нее дают 1.90, 1.85. Значит, заиграть победу Торонто. Ну, давайте посмотрим, стоит ли ее заигрывать. Я тут немножко предварительно посмотрел. Иди, смотрите, какая ситуация Торонто. Значит, они играют не восьмого ночью, вот уже, который наступил, а завтра ночью. То есть, получается, с восьмого на девятый в ночь в 3.30 начало. В эту ночь будет всего 3 матча. Вот, я не стал разбирать остальные, потому что они уже сейчас состоятся, а потом они на следующий день опять играть, вот как Вашингтон с Каролиной, по-моему. А Вашингтон сегодня играет с Сатавой. Я еще не знаю результат Сатавой, а уже с Каролиной говорить зачем. Пусть они сыграют сначала. Сатавой ее обыграют, а потом проиграют Каролине, скорее всего. Поэтому я взял матч, который через сутки состоится. Вот, и, значит, сразу смотрим на серии, потому что Торонто играет третью игру дома подряд. У Торонто в десяти последних матчах всего два поражения. Причем поражение дома в овертайме от Рейнджерса и в последнем матче от Эдмонтона 4-6. Но Эдмонтон мы знаем там, кто играет. Там Макдэвид зажигает, лучший бомбардир, распасовщик. И, кстати, Драйзаттель. Вот, значит, Драйзаттель очко набрал, Макдэвид очко набрал. Вот вам ответ на все вопросы. Макдэвид еще два очка набрал. Но он лидирует по этим показателям. Поэтому неудивительно, что Торонто проиграл Эдмонтону. То есть мы делаем вывод какой, что Торонто в десяти матчах, в принципе, проиграл только той команде, в которой два лучших на сегодняшний день бомбардира играют. Драйзаттель и Макдэвид. И еще один, этот Словак, как его фамилия, Пастерняк, да, в другой команде играет. То есть у Торонто преимущество перед Виннипегом. Потому что Торонто, во-первых, играет дома. Значит, Виннипег. У Виннипега следующая серия. У него в десяти последних только три победы. Даже в двенадцать только три победы. И причем эти победы одержаны, все три победы на выезде. Понимаете? Виннипег, если побеждает, то на выезде. НХЛ это загадка с двумя неизвестными, с тремя неизвестными. Так что, ну смотрим, у кого Виннипега выиграл. Так, он выиграл у Филады. Так, у Миннесоты 0.6. У Колорадо 4.7. И у Монреаля 2.3. Но не самые сильные команды, видимо. Так, и он забивает. Значит, ну ладно, мы не будем. Давайте, знаете, что сразу посмотрим, чтобы быть приблизившись, скажем так, к истине. Посмотрим статистику личных встреч именно в Торонто. Потому что Торонто это у нас, это Канада, Виннипег это тоже Канада. Кстати, я помню Виннипег еще по тем временам, когда они были во всемирной хоккейной ассоциации. Это было середина 70-х годов. Виннипег джетс, это реактивщики из Виннипега переводится. Такое, как бы, авиационное название. Еще есть авиационное название, это Филадельфия флайерс, летчики из Филадельфии. Так вот, за Виннипег был мощной командой. Они выиграли кубок Авко. Кто не знает кубок Авко, это аналог кубка Стэнли, только ВХ. То есть было две лиги. Представляете, не в НХЛ, а в Канаде, а в Америке было две лиги, которые конкурировали между собой. НХЛ и ВХА. Вот никто, кроме меня, вам это не расскажет. Кто родился после перестройки, после распада Советского Союза, слушайте меня, больше никого. Потому что я не знаю, я не скажу, сколько мне лет, но я такие вещи рассказываю, которые никто не расскажет. И вот, значит, эта команда Виннипег, там была следующая история. Собрались миллионеры, решили сделать альтернативную лигу, альтернативу НХЛ. Для этого нужны были звезды. Стали собирать звезд. И обратились к этому, к Боби Халлу. Боби Халл тогда был номер один, забивной, мощный человек такой. Ему 3 января исполнилось 80 лет. Выдающийся, величайший игрок. Ему принадлежит множество рекордов, которые до сих пор не побиты. Например, 27 хитриков. Это человек, который с красной линии 3-й куз забивал. Лучший бомбардир серии 1974 года. Это была вторая суперсерия. Почему он не попал в эту серию, я объясняю. В 1972 году была суперсерия НХЛ против сборной Советского Союза. В 1974 году была серия ВХА против Советского Союза. И вот в 1974 я всю серию смотрел. В 1972 я не всю, мне было 7 лет всего. Вот такая вот предыстория. И просто я хочу сказать, что Бобби Халл по многим показателям, он остается лучшим игроком все равно за всю историю. Потому что, во-первых, он играл прямой клюшкой. Понимаете? Он начинал в 50-х годах в Чикаго. Вот он сжигал в Чикаго, там долгое время играл. И потом ему просто положили по тем временам. Знаете, какая у него, я вам скажу, вы будете смеяться, 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов ему дали, чтобы он перешел в Виннипек. И это были сумасшедшие деньги. Никто не платил. Бобби Халл был первым, который получил сумасшедший контракт на 100 тысяч долларов. Он перешел в Виннипек. И он не поехал в 72-м году в составе канадской сборной. Потому что там был НХЛ. Вот такие были законы. Понимаете? А у нас не поехал Фирсов. Я не знаю, почему Фирсов не поехал. По-моему, травма была. Фирсов был в то время величайший, ярчайший игрок. К сожалению, уже умер Анатолий Фирсов. Внешность у него была итальянская. Это был единственный полузащитник в хоккее до сих пор. Ни одного полузащитника. У него был амплуа. Фантастическая работоспособность. Мы в школе во дворе играли. Фирсов, понимаете? Все ребята. Фирсов. Величайший нападающий был. Он почему-то тоже не попал. Не знаю, почему. Какой там Харламов? Харламов там по сравнению с ним был. Начинающий тогда. Поэтому, ребята, вот такие вот вещи я вам рассказываю. Про хоккей, про НХЛ, про все эти дела. Кстати, Уэн Грецкий, чтобы вы знали. Он по происхождению белорусско-украинского происхождения. У него предки из Гродинской области. И еще один был такой величайший, считается лучшей правой нападающей в НХЛ за всю историю. Майк Баси. Так вот, настоящая фамилия Басенко. Опять украинец. Два величайших игрока НХЛ. Это украинцы. Я уж не говорю там Ткачук, Хаверчук. Знаете, сколько им рекордов принадлежит там? Лучший вратарь. Очень много украинцев в лиге играет. Еще тех потомков, которые в начале 20 века туда переселились. Кстати, кто не знает, Гордио Хоу тоже, который играл. Меня в 1974 году, понимаете, поразила вот одна вещь. Не одна, а вообще много вещей. Вот именно когда я смотрел НХЛ, вернее, это суперсерий с ВХА. Меня, не то что они играли без шлемов, это понятно. Понимаете, в хоккей без шлемов. А потом ходили слухи, что выбихало парик. В парике играть. Ну ладно. Но Гордио Хоу выходил со своими сыновьями. Выходит седой старик. Понимаете, седой старик выходит. И два сына. Вот такая тройка. Крышу снесло у всех. Весь Советский Иисус просто крышу снесло. Человеку 49 лет, или сколько ему было. И он играет, он еще забивает. Он еще играет так, что... Так вот, он умер 89 лет, ему было Гордио Хоу. Недавно я узнал, что он немец. Наполовину немец, наполовину канадец. То есть, вот такие вот смесь, когда у человека, да. Ну, в общем, я книгу об этом написал. Как-нибудь покажу. Итак, возвращаемся. Торонто, Виннипек. Значит, последняя игра такая. 3-2 Торонто. 1-3 Виннипек. 4-4. 4-2 Виннипек. 3-3 Торонто. Здесь напрашивается упорная борьба. Давайте посчитаем, сколько голов они забили. Вот в 5-ти последних между собой. Это за последние 4 года. Так. 4-8. 13 голов забило Торонто. Виннипек забил. 5-9. 7-16. 13-16. Виннипек больше забил. Так что... Ой-ой-ой, ребят. Не знаю. Как-то страшно браться за этот матч. Ладно, смотрим Виннипек в гостях вообще. Виннипек в гостях. В последних 5 матчах. 3 победы. Я уже их назвал. Если взять последние 10, ну побольше побед. Вот у него была полоса такая на выезде у Виннипека. В 10 матчах всего 2 поражения. Сейчас у него пошла другая полоса. Вот. Это как бы понятно. Теперь смотрите, что касается Торонто. Торонто не должен проигрывать на своем поле вторую игру подряд. Вот я особое внимание застряю вот на таких моментах, когда идет какая-то суперсерия, микросерия там. И вот Торонто, значит, проигрывает дома Эдмонтону. До этого у Торонто. Ну, последние 4 матча, просто назову. На выезде Миннесота 4-1. Виннипек, кстати, обыграл 3-го января. В мой день рождения, в день рождения Буби Хауа, Торонто. На выезде обыграет Виннипек 6-3. 3-0 дома Айлендерс. Проигрывает Эдмонтону. Вот. И опять играет с Виннипеком. Ну, понятно, канадские команды, они как бы чаще между собой играют. Так, вот еще так. Когда они еще играли. Но потом они играли только в этом. В общем, я вам скажу так. В трех последних матчах Торонто побеждала Виннипек. 4-2. 3-2 и 6-3. Но если на поле Торонто, то там статистика немножко другая. Так что... А вот если взять в пяти последних, именно и на поле Виннипека, и на поле Торонто, в пяти последних Виннипек выиграл только один раз. Это было в 2018 году 3-1. Давайте теперь посмотрим по таблице, потому что таблица может тоже кое-что прояснить. В общем и целом. Так, бомбардиры. У Торонто Мэтьюс на 10-ом месте идет. У Виннипека Шайфли 48 очков. 12-ое место. У Мэтьюса 52 очка. И Коннор еще у Виннипека 41 очко. Но у Торонто есть Марнер, который тоже имеет 41 очко. И еще у Виннипека есть Патрик Лайн. Финн молодой и талантливый. Это тоже очень важно. Но у Торонто есть свой ответ в виде шведского нападающего, видимо, Нюландера. 38 очков. То есть как бы по бомбардирам, в общем-то, можно сказать, что равенство у них. Итак, в принципе, таблица, если вы рассмотрели, Виннипек в своей конференции в западной идет на 8-ом месте. Торонто в восточной конференции идет на 5-ом месте. И Виннипеку как бы надо догонять, но еще далеко до апреля месяца еще играть-играть. Всего по 44 матча сыграно, еще там по 35 матчей им играть в среднем. Но давайте теперь смотреть дома, как Торонто. Дома Торонто сыграл 21 матч, 73 гола забито, 67 пропущенных. То есть дома положительная разница забитых и пропущенных. К сожалению, Майшкор тут не показывает. У меня сейчас компьютер опять в ремонте. Телефон мне не показывает в приложении количество побед, поражений дома. Но радует то, что разница положительная у Торонто. И, скажем так, примерно он выигрывает дома со счетом 4-3. Вот так вот округлим грубо. 4-3, 3-3. Вот так Торонто дома примерно побежит. Но мы знаем, что в НХЛ самый популярный счет 3-2 и 4-3. В разные года, по-разному. Теперь смотрим Виннипек в гостях. Статистика. Играет очень хорошо. Команда выездная. На выезде набирает очков больше, чем Торонто дома. И примерно такая же абсолютно, можно сказать, разница забитых и пропущенных. 73-65. Как и у Торонто. Вот. И... То есть, примерно 4-3 побеждает Виннипек в гостях. Поэтому, наверное, здесь точно счет, наверное, будет 3-3. Я так думаю. Открываем по форме. По форме. Ну, форму... Торонто в пяти последних играх набрал 7 очков. И забил 21 гол. 15 пропустил. Виннипек идет похуже. Форма у Виннипека хуже. 5 игр, 5 очков. Отрицательная разница. Пропущена в пяти матчах. 19. То есть, это получается в среднем 4. То есть, Виннипек в последние пять матчей в среднем проиграл 3-4. Если округлить. Вот. Торонто выиграл 4-3. Опять напрашивается счет 4-3. Как вот последний я, этот, Колорадо, Вашингтон, да, называл. Но это просто будет удивительно, если мы опять угадаем точный счет. Давайте возьмем еще форму за последние 10 игр. Потому что в НХЛ это очень важно. Там длинный сезон, куча матчей, около 80. И серии такие затяжные. По 5, по 10 надо смотреть. Может быть, более объективная картина. Итак, у Виннипека здесь еще хуже получается. У него в 10 матчах только 8 очков. Опять же, по счету получается 3-4. проигрывает. У Торонто еще лучше получается, чем было. У него получается 5-3. 17 очков набрано. Вот. Поэтому здесь, может быть, голову не морочить, а просто заиграть победу Торонто. И иногда, знаете, бывает так, что вот команда играет у себя там на пуле с одними и теми же счетами. Вот, например, Торонто, да. 6-3 оно выиграло у Виннипека. Я думаю, что примерно с таким же счетом они должны, ну, может быть, сменьше. Может быть, 4-2. Вот. Сейчас просто посмотрим еще раз. И так вот, Торонто дома забило 3, потом 4, да. Ну, вот в среднем так они и должны еще 4 гола забить дома. Вот. А Виннипек в последнем забил 3. Перед этим 2. Перед этим 3. Ну, то есть вот так вот он 3-2, 3-2 забьет, а Торонто забьет 3-4. Из этого исходим. То есть Total 4 с половиной больше, наверное, да, получается у нас. Посмотрим коэффициент на это дело. Копейки дают 1.20. И в НХЛ как-то брать меньше, как-то, знаете, как-то стремно. Не люблю я, конечно, такие слова в эфире произносить. И, кстати говоря, у Торонто не будет играть 6 человек, но среди них нет бомбардиров. В том числе Михеев русский не будет играть. И, наверное, это хорошо. В Виннипеке тоже не будет 5 человек играть, и среди них один русский, Куликов. Почему они не играют? Может, они бухают на Рождество, я не знаю. Вот. Знаете, я вам скажу так, что вот коэффициент на победу Торонто 1.90, он близок к двойке. И если просто его заиграть, то вот логически мы все сделали правильно. Мы разобрали матч, мы примерно видим здесь точный счет 4-2 в пользу Торонто. И можно взять, конечно, 5 с половиной больше, можно взять 7 с половиной меньше, да. Но если наша победа за 1.90 не зайдет, мы просто переносим следующую свою ставку по НХЛ на следующий матч тоже с коэффициентом 1.90. Чуть-чуть увеличиваем сумму ставки, таким образом и отыграем. То есть мы должны понимать, что стратегии надо какой-то определенной придерживаться. И если у нас эта ставка не зашла, с коэффициентом близким к двойке, мы ее переносим на следующий матч. Если, например, у нас коэффициент 1.5 не зашел, то мы уже ничего не переносим, потому что нам нужно в 2 раза увеличивать, в 1.5 раза увеличивать, чтобы что-то отыграть. И там в геометрической прогрессе будет вырастать ваш догон. Вы можете просто, это называется метод Мартингейла, вы можете просто все слить. Или если проверили, просто забудьте. Но здесь можно, например, соединить. То есть Торонто победа и тотал больше. Но очень часто бывают в таких матчах овертаймы, потому что почему-то мне везет. Я разбираю какой-то матч, обязательно они или 2-2, или 3-3, и потом Торонто дожимает. Извините, как вариант, можно заиграть. Торонто не проиграет. И тотал матча либо 4.5 больше, либо 7.5 меньше. Ну, посмотрим 7.5 меньше, сколько дают. Наверное, тоже копейки дают. Да не нормально, 1.40 дают. То есть 4-4, счет до 5-3. В принципе, реально счет 5-3. Лучше, конечно, заиграть больше, потому что команды забивные, много бомбардиров, которые там в 20-ке идут, да. Много талантливых игроков. Обе команды такие Канаду представляют. То есть это как бы дерби канадское такое, да. Вот поэтому... Ладно, давайте так. Точный счет 4-2. Торонто здесь, я думаю, чистая победа. Это такие экстремальные. А более запасные ставки. Значит, Торонто не проиграет в основное время, а 4.5 больше, наверное, вот так вот. Или 4 больше. Вдруг 2-2. Ну, там просто вообще копейки. 4 больше, 1.15. Убрали катюровку. Букмекеры знают больше нас с вами, поэтому... Поэтому... Смотрите, они последний сыграли 6-3, да. Ну, я не думаю, что будет опять 9 голов в этом матче. Я думаю, что максимум 7 голов. Что-то типа... Ну, 4-2, 5-2. Вот такое я вижу. Вот такое преимущество. Ладно, мало ли, что я там вижу. Значит, кто хочет научиться больше, да, вступайте в мою группу. Вот. У нас в группе много специалистов. Говорю об этом каждый раз, повторяю, да, что я рекламирую свой ресурс. Я не вижу в этом ничего постыдного. Я рекламирую свое, понимаете. Вот. То, что я придумал, то, что я создал. Но я также благодарен тем людям, которые вступили, заплатили деньги. И некоторые бесплатно вступили туда в начале существования этого проекта, который 20 октября открылся. Вы там многому можете научиться. не только от меня, но и от многих людей, у которых больше опыт, больше знания, больше удачи. Они видят по-другому. Они моложе меня. Они пришли туда давно, раньше. И, может быть, формировали свое какое-то мировоззрение спортивное, именно находясь уже в ставках. Они думают по-другому. Это новое поколение. Я человек, скажем так, старого поколения. Вот. Поэтому я считаю, что нужно слушать и старшее поколение, и молодое поколение. Но чтобы все это соединить в одном месте, это значит, это в моей группе. Я считаю, 300 рублей не деньги. Вот. И можно заплатить, вступить в группу, и прекрасно общаться, обмениваться опытом, ставками, и развиваться, понимаете. Потому что главное, это развиваться. Я желаю вам в следующем году, в этом наступившем, всем желаю развиваться. Не стоять на месте, идти только вперед. Не жить в прошлом, не жить в прошлом, ни в коем случае. Не вспоминать какие-то старые заслуги, а только вперед. Только, значит, развиваться. Развиваться в разных направлениях. Физически, интеллектуально, духовно, и т.д. и т.п. Ладно, ребят, один матч, 27 минут. Это просто кошмар. Мне уже пора спать. Всем спокойной ночи, удачи, пока. Продолжение следует...